Но до сих пор мы с благодарностью Богу читаем эту книгу. И я понимаю, что Бог наш есть Бог Курима. И Он не только тогда в древности совершал подобное чудо, Он и сегодня совершает в жизни отдельных верующих свой божественный Курим. Когда враг метает о нас один жребий, ну а Бог, любящим его и призванным по его изволению, все обращает ко благу. И все содействует нам, любящим. Дышащим от любого и божественного Каблана. Удивительная, конечно, история. И в жизни церкви, в истории христианства десятки случаев, просто не достанет часу рассказывать, это десятки случаев божественного Курима, когда мы в любви Господней, Бог во благо обращает. Даже самые страшные ситуации против нас направлены. Атаки. И в жизни каждого верующего есть большие и малые Курима. В сфере ли здоровья, финансов, ли во всем, абсолютно во всем. Если мы любим Господа, да, и призван по его изволению, все, ко благу обращается в нашей жизни. Вот. И пусть в ваших судьбах будет божественный Курим, божественная перемена это. Вот. И, ну, и будьте киви, заходите в гости. Да, значит, трансляции на Ютубе найти легко. Канал мой, архиепископ Сергей Жовлев попадается на мой канал. И там трансляции часто провожу, такие я. Вот, значит, и в том числе Пуримные, предпуримные. Особенно в этом году Пурим выпадает на 1 марта и 2 марта. Ну, само полнолуние, 28 февраля, значит, по лунному календарю. Значит, и 28 февраля называется пост эсфири, пост эстет. Значит, вспоминаем мы то чудо, когда было смирение в Израиле, такое покаяние или, ну, я к тому, ого, так до Бога. Знаете, вот, люди действительно возобили к Богу, потому что поняли, что выхода вообще никакого, нигде больше. Все. Смерть. Холокон будет сплошной вообще. Не просто там 6 миллионов, вообще полностью искоренен был, был бы искоренен народ. У Амана было больше амбиций даже, чем у Гитлера в то время. И возможностей. Вот так что, значит, знаете ли, вот так вот. И люди смирялись, молились, и сама царица, она смирялась, молилась пред Богом. И Бог совершил чудо. Бог спас свой народ. И сегодня нет ничего невозможного для Бога. И для нас, если мы с Богом. Как в одной еврейской общине в Киеве пели. На медведя выйду я, на медведя выйду я, даже без испуга, если с Богом буду я, если с Богом буду я, а медведь без Бога. Вот так вот. Так что, братья и сестрички, пусть Бог благословит вас. Шоу, мир вам! Хорошо. Я очень, я не фейл, я очень много. Спасибо. Спасибо за беседу, я думаю, что всем понравилось. Да. Хорошо. По здоровью. Спасибо вам. Да, сейчас у вас будет обед. Поэтому, думаю, что здесь будет вниз. Вот. Спасибо.